Как сделать журналистский материал интересным? За этим словом «интересно» у каждого человека есть, ну, какая-то своя картинка. И очень трудно разобрать на запчасти и сказать, вот если ты будешь делать вот так, вот так, вот так, и тогда результат будет интересным. Ты готов к тому, чтобы я доверил тебе великую тайну секретного ингредиента, моего секретно-ингредиентного шупа? Ну, это кажется, что нет таких запчастей у интереса. Такие запчасти есть. Мы сейчас их с вами разберём. В первую очередь вспомните что-то такое интересное для вас лично, что вас удивляло, изумляло, что заставляло вас поделиться информацией об этом, что вас вызвало интерес. Что-то такое, что вызывает у вас эмоцию. Если мы начинаем добавлять в наши, ну, давайте честно, иногда сухие журналистские материалы, которые мы привыкли писать по стандарту информационной агентской журналистики. Новость есть новость, хорошая или плохая. Если мы начнём добавлять туда эмоций, то уже наш материал будет чуточку интереснее, чем его исходный текст. Ну, говорят, ну, как же так? Зачем я буду в журналистику, в факты добавлять эмоции? Да не свои эмоции, а эмоции тех людей, о которых вы рассказываете. Если вы возьмёте комментарии у очевидцев, людей, вовлечённых в события, которые вы описываете, и возьмёте у них комментарий не сухой, что у вас здесь происходит, а что вы чувствуете по этому поводу, какие эмоции вы испытываете, как вы к этому относитесь, записывая прямую речь людей, вовлечённых в тему, вы добавите их эмоции в этот материал. И этот материал становится уже чуть более интересным. Следующий заход, да, что делает текст или журналистский продукт интересным? Неожиданность. Если всё одинаково и предсказуемо, не вызывает никакого интереса. Если что-то выбивается из привычного течения рассказа, либо обычного течения жизни, вот эта неожиданность, она привлекает внимание, акцентирует внимание и вызывает интерес. Следовательно, смотрим, каким образом мы можем добавить неожиданные повороты в ту историю, которую рассказываем. Это может быть неожиданный герой, это может быть неожиданное место, где вы берёте интервью или с какой точки рассказываете. Ну, например, все рассказывают про строительство или ремонт дорог, все рассказывают, ну вот там выделили деньги, ну вот закатали асфальт, вот проехала машинка, которая выровняла эту дорожку. То есть это рассказ, сделанный с высоты глаз человека. А попробуйте опустить свою точку обзора, попробуйте рассказать о строительстве дороги, ну, с позиции, не знаю, собаки, которая живёт рядом. Опустите фотоаппарат на высоту собаки, сфотографируйте эту ремонтирующуюся дорогу с этого уровня. Или наоборот, поднимитесь, сделайте высокий ракурс, залезьте на здание, которое высотное рядом, и сфотографируйте строительство с высоты. Как только вы выбиваетесь из привычного вот этого ровного рассказа и показа события, становится более интересно, чем обычно журналисты описывают какую-то тему. Вот эти вот неожиданности, они могут лежать в содержательной, то есть вы помните, да, что у нас журналистский материал состоит из двух частей, содержание и форма. Вы можете искать неожиданности в содержании, задавать неожиданные вопросы, брать неожиданных героев и помещать их в какое-то неожиданное место, чтобы выбить человека из колеи. Не интервьюировать какого-нибудь начальника в его привычном кабинете, вытащить его на балкон, на улицу, на набережную, в гущу центрального рынка и провести интервью там. Как только человек попадает в незнакомую среду, он становится живее, интереснее, за ним интереснее наблюдать. Но это, конечно же, требует неких усилий и мозговых, чтобы это придумать, и убеждений и коммуникаций для того, чтобы вытащить человека в незнакомый сеттинг, в незнакомое место съемки или просто даже взять интервью. И можно быть неожиданностью в форматах. Здесь мультимедийные форматы нам приходят на помощь. Вы что-то рассказывали в тексте, превратите это в кроссворд. Превратите заседание унылое, давайте честно, заседание законодательного собрания или городской думы в бинго-шоу. Какие слова называют и отмечайте, когда вы услышали то или иное слово. Заседание по городскому бюджету превратите в инфографику, которая показывает изменения, сколько денег на какие строчки бюджета пошли в этом году. То есть, меняя форму, превращая тексты в визуал, превращая какие-то скучные таблицы в инфографику либо в интерактивы, изменяя форму, вы уже привлекаете, вы делаете этот материал более интересным для своей аудитории. И не надо менять все, не надо полностью всю ленту превращать в какие-то неожиданные и интересные материалы. Очень многое того, что проходит мимо, достойно только одного информационного сообщения. Это нормально. Но определяйте ключевые темы. То, что обсуждается в городе, то, что вызывает интерес горожан и жителей вашего региона. То, о чем они говорят, то, что они обсуждают. И эти темы превращайте в интересные с точки зрения подачи содержания и с точки зрения формы. Ваш материал, ваш сайт, ваше издание станет уже более интересным, чем то, которое есть сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok